С приближением лета становилось все жарче и жарче. Гудрон плавился, асфальт был как тесто. Не отдерешь ноги. Воздух стыл в неподвижности. Пелена извести целыми днями не сходила с неба, а багрово-красное солнце подолгу стояло в зените. Это Петр Тимофеевич Завьяловский и его поволжская трагедия. Самара. Год 1921. Вот город темный, вот крест огромный. Не крест, а меч. А ветер пьяный, как пес поганый. Визжит и рвется к душе прилечь. Городские сады и скверы были запущены и унылы. Деревья в них поникли, клумбы оголились и пожелтели, а трава вдоль дорожек свернулась. Первыми опустили окраины города. У многих домов были выставлены ставни, сняты крыши и двери. Складывалось такое впечатление, что окраины или строятся, или все разом снялись с места и переезжают куда-то. Ближе к центру жизнь была чуть выпуклей. Здесь еще гремели разбитые трамваи, а лозунги и плакаты были перекинуты с одного края улицы на другой. Но с каждым днем улицы становились все менее и менее людными. Вот толпа разорвалась на отдельные кучки, которые жались к углам домов и магазинов. Потом пружина расправлялась, и людские кучки таяли в мгристой тьме улиц. А здесь, самарским улицам, сонно ходили лошади с черными ящиками на телегах. Холмы трупов с каждым днем превращались в настоящие горы. Все чаще и чаще, особенно в безветренные дни, когда солнце обжигало землю, в голову заползала мысль, что город – это вовсе никакой не город, а огромный эпидемический барак. Сознание подсказывало, что гибель неминуема, но в то же время все мысли цеплялись за жизнь. Солнце на красной лошади, как пьяный опричник, скачет. Знойной плеткой хлещет по русской земле. Господи, чудотворцы! Ведь и люди, и суглинок плачут, ведь скоро звезды сорвутся от смертного клича. Помолитесь о русской земле. Солнце на красной лошади с жутким скачет криком. Хвалится пьяной силой полевую Русь-Горемыку. Господи, помилуй, помилуй. А мы с вами продолжаем читать воспоминания Петра Завьяловского. Поволжская трагедия. Самара, год 1921. Едва, едва я добрел до Троицы. В развороченную рану набились песок и земля. Ногу адски ломила. Осознание плохо работало от голода и усталости. Троица была самым большим в Самаре и самым многолюдным рынком. Бывало, в прошлом нигде не встретишь столько голов, языков и наречий, как здесь. Море, быстроты и движения. Троица была родной стихией торгашей. Торгаш слева, торгаш справа, торгаш спереди и сзади. Здесь торгаши сидели, стояли, кричали, зазывали покупателей. У голодного на Троице мгновенно начинала кружиться голова. От запахов, которые лезли, кажется, даже не в нос, а в каждую клеточку кожи, ты готов был съесть все и сразу. В последнее время нередко на Троице устраивались облавы, которыми власти надеялись покончить с частной торговлей и невероятно развившейся спекуляцией. Тогда слетали, скрючив двери, рушились лавочки, трещали и падали столы, а тысячи голосов сливались в один вой. Но уже через час-полтора из-под столов и из-за прилавков снова появлялись головы торгашей, а на столах снова появлялись пирожки и лепешки. Когда я пришел на Троицу, торговля шла здесь полным фронтом. Расталкивая людей, я с трудом пробрался в калачный ряд. Полфунта хлеба, пожалуйста. Приготовьте двадцать пять тысяч, ответила торговка. Не возражаю, вешайте. Нет, денюжки на кон, пожалуйста. Да что ж я, жулик какой, что ли? Э, нет, у нас порядок такой, гражданин. Отвешу я тебе полфунта, а ты его в рот и крышка. Ну, сдам я тебя в милицию, отведут тебя в участок, а вечером выпустят, и ты снова ко мне. Нет, мил человек, это сказка про белого бычка. А сейчас перед нами фотографии, сделанные автором поволжской трагедии Петром Завьяловским. Эти фотографии были сделаны им в том самом 1921-м и в следующем за ним 1922-м году. И позже вшиты и вклеены в машинопись его документальной повести, которая так никогда и не была опубликована. Сохранилась эта повесть чудом. И за каждой буквой в ней изломаны человеческие судьбы и страдания. Страдания матерей и отцов, страдания детей, страдания без возраста и пола, без конца и без края. О страданиях, без конца и без края, говорят и эти снимки. Например, вот этот, на котором мы видим пахту на коровах и лошадях в Ямантаевской волости Бугурусланского уезда. Это 22 апреля 1922 года. Это голодающие. А вот это жительница этой же волости, зарезавшая и съевшая трех своих дочерей. Наоборот, у этого снимка есть надпись. Поступок свой объясняет крайней степенью голода. Страшно смотреть на эти снимки, поэтому мы не показываем их вам полностью. Страшно читать эти надписи. Но это не выдумка. Это документ, которому нельзя не верить. Расплатившись за хлеб, я прикупил печень и решил съесть все это где-нибудь поблизости. Чтобы не привлекать внимание беспризорников, потихонечку пробрался за лавку, где подаркой были сложены грудой штабеля ящиков. Но здесь, на пути, у меня встала девушка, которая улыбалась, протягивая руку. С большим трудом я узнал в девушке мою знакомую, Лизу, с которой мы виделись всего несколько лет тому назад. Спросил, как она, давно ли в Самаре, как ее родители, имения. В Самаре я с весны, ответила Лиза. Имение разграблено, папа умер в тюрьме, брата расстреляли в девятнадцатом, а мать пришлось хоронить прошлой осенью. Так значит, ты круглая сирота, спросил я, бедная. Работаешь где-нибудь? Лиза молча опустила голову, закрыла лицо руками, а потом из ее груди вырвались глухие рыдания. «Пьер», — сказала она, — «я падшая женщина». «Да что ты, Лиза, тебе же еще и двадцати нет». «Я сама ужасаюсь этому, — Пьер», — ответила Лиза. «Понимаешь, у нас в имении стоял штаб. Я приглянулась начальнику. Он сделал мне предложение. Я отказалась. Тогда он вызвал отца и сказал ему, не выдашь дочери, сгною в тюрьме». Отец испугался и согласился. А потом начальник уехал и передал меня своему товарищу. Сначала я выдрала ему волосы и раскусила губу. Но на следующую ночь он арестовал отца. Больше я не сопротивлялась. Я хотела видеть папу на свободе. Но пока дело разбиралось, он заразился тифом и умер в тюрьме. Мама не вынесла горя. И вот осенью ее не стало. Весенний рассвет, улыбнувшись в пруде, Над русской равниной, брезжет победно. Люди едят людей. Скорежет, звериной скорежет. Вой, людоедный. Вдали поспешает солнце весело и ярко. Двух ребят опять вчера украли. Без крестов, без мертвецов, мазарки. Пожгли, пожрали. Христиане, говели, причащались когда-то, Бухались перед спасом. А теперь только ночь. Брат караулит брата, мать, дочь, внук, деда поймать. Зарканить, победать. Человечьим мясом. В ночь с 11 на 12 июня 1921 года в Самаре разразился огромный пожар. Такого грандиозного моря огня многие не видели никогда в жизни. Буря срывала крыши, головешки летали, как птицы. Дома рушились и грохли один за другим. Перепуганные жители, полуодетые и нагие выскакивали из окон и прыгали с крыш. При этом одни из них угождали на раскаленную мостовую, а другие попадали в горящие костры. Они бегали по улице, ища помощи. Но никто из собравшихся не спешил им помочь. Пользуясь паникой, в дома вырывались воры, которые тащили все, что попадалось под руку. Троих из них поймали совсем недалеко отсюда, на углу Сенной и Соловьиной улиц. Одного раскачали и бросили в горящий костер, другому так ударили по голове, что она разлетелась, как горшок. Ухлопали и третьего, чтобы было неповадно. Иногда, правда, вместо воров попадались и не воры. Но в суете никто не разбирался. Такой описал Самару 1921 года очевидец по ложской трагедии Петр Тимофеевич Завьяловский. Самару, которая корчилась от голода и горела, торговала и воровала, стонала и плакала. Наше с вами дело не предавать эту трагедию забвению, потому что такие трагедии забвению не подлежат. Иду наудаль, наутро будуль самим собой. И город темный, и крест огромный сплелись так тесно с моей судьбой. С вами был Михаил Перепелкин. Субтитры подогнал «Симон»